В общем, Швед против Гафи, это как бы интеллектуальный баш против не совсем интеллектуального баша, ну то есть Гафи тоже интеллектуальный баш, но он немножко, да, уже четыре матча сыграно, один наш, три буржузских, но в нашей группе пока только Брайт поиграл. Швед внезапно взял пилу, что меня немножко удивляет, видимо ему ни на что больше не хватало, хотя может быть там стоило докинуть своих бабок и мага добрать, если они были, я к пиле просто отношусь как-то своеобразно. Я могу, Кихот, скинуть тебе штуку, вот ты меня ругал за то, что я не кидаю штуки, теперь я кину тебе штуку, кидаю тебе штуку, для ознакомления. Наслаждайся этими штуками. Ну, лос пока, пока лучше всех камень справился на лосе, как это обычно и бывает. Камень сам, камень опаснее любой клапсы. Танюшки, Кихот. Да, это правильный блиц, швед бьет в самого опасного игрока, даже находит кубы, он еще минус мувный. Окей, это не неглайд, это минус мув. Окей. Ну, пробили неплохо. Ну, в целом, честно говоря, когда хаос на лосе наносят ноль ремувов по оркам, это значит, что у хаоса будет весьма непростой драйв. Честно говоря, это как бы, это уже печальный драйв такой, типа, а можно не надо. Ясно. Продолжается житие битие русских святых. Ну, правда, Гафи тоже какие-то удары делает. Мастерские чейн-блоки, но с так себе ударами. Можно было, кстати, подвести игрока под три куба, но Гафи не стал и... ну ладно. Плотно встали орчики прям, одной могучей кучей. Зеленой. Могучая зеленая куча орков. Как в серии Южного парка про давайте жарить друг друга мужики. Что пришельцы в будущем не отобрали наши рабочие места. Так, интересное проталкивание, смотрите. Протолкнули. Вот это красиво швед сыграл. Вот это прямо скиллушечка, пацаны. Вау. Слушайте. Класс. Это, это хорошее. Минус ловкость. Гафи не стала лечить. Гафи, типа, на будущее сберег. Но минус ловкость, это фактически МНГ. Не, классно играют шведы. Прям молодец, качественно. На секунду могло показаться, что швед умеет играть в ББ. Вот. На секунду могло показаться, что на хаосе надо думать иногда. Вот это больше подходит на бра. Не те же, не себя иллюзиями. Просто показалось. Да, здесь будет такой полушаро-блицчейн-блок. Звучит как название какой-нибудь хип-хоп-песни. Вторая попытка найти шестерку. РР обязательнее. Блодж-то работает. Ну, швед этого поблагодарил, фактически. То есть швед сыграл и минуснул, как бы. Молодец. Гафи пытается стремительно кидать даджи от Клавсы. Да, Тунь, ты не прав. Клавса, как бы... Она пощаряет интеллект. Просто мы не замечаем, потому что... Настолько редко мы видим интеллектуальную Клавсу, что прям... Ух. А я бы ехал все-таки в... Чорка. Привет, Эвел Краб. А? Ты о чем насчет прогнозов? Краб! Сегодня в 8 часов иди к Ситару. Это наш второй матч на чемпионате мира по... Страданию. Первый мы, к сожалению, настрадали... По-чемпионски. Привет, Ксиваков. Ой, удар в 1D. А мне кажется, можно было и безопаснее ударить, как бы. Типа можно было ударить в 2D, а потом в это. Про название стрима на ГГ? А, нет. Окей. У нас сегодня в основном за депрессию отвечал спиритолог в чате. Он сегодня приходит такой и говорит, я посмотрел все выпуски слова пастыря. Сейчас я вам расскажу, как надо жить. Вот. И как бы и пересказал их в кратком содержании. Не уверен, что после этого у меня когда-нибудь возникнет желание посмотреть слово пастыря, но... Но опыт определенный интересный. Я что-то смотрю, они оба играют в чейн-блоки. Ну, мне в целом спиритолог как бы сказал, что мне надо... О! Додж наконец сработал. Мне вкратце рассказали, что надо молиться, паститься, слушать радио Радониш и... Чистить карму в пятом Меркурии. Работаем над этим. Не все получается. И верить в императора про это я что-то не помню. Но как только я отвернулся от бога и взял гномов, все стало хорошо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да откуда вы взяли то, что у меня комплекс жертвы? Хватит меня это... Как это называется? хватит делать из меня жертвы чатик что я сделал вообще у меня к слову очень прикольная церковь в районе и такой прям массивный собор вот это вот я вот даже не могу сейчас понять генблэт это ты меня так оскорбил тонко или наоборот теперь должен сказать тебе кажется что я тебя оскорбил потому что у тебя комплекс жертвы это я хорошо придумал да ну чё похоже на кубики в мяч какие-то гафи прямо правда их собирает монструозно собрал слушайте а орки очень хорошо стоят смысле с учетом того что у хаоса пропал пробой его с выбиванием козлика прям сушки и гафи кидая даджи как профессиональный профессиональный эльф могу сказать что вообще проблема то смысле шведу надо что-то придумать сложное в этой ситуации я не знаю что у меня нет идеи но чё-то пора придумывать но это пробой не особо позиционный так ужасающая давла потому что она дает очень простое разруливание гафи то есть после этой даблы тут конечно печаль тоска и и разочарование сейчас сейчас должны накидать вот что я могу сказать то есть гафи не будь дураком как бы раскидает а ситара ситара ты еще тут я тебе вопрос хочу задать который я калину в начале стрима задавал может я другой взгляд по поводу моего матча в чемпионате именно старт у меня и стратегический вопрос вот гид блат кажется никто никогда не сможет пошутить на эти темы лучше меня самого так что в целом я в безопасность я так думаю пока могу не беспокоиться вот если я начну заниматься самоюмором вот тогда станет конечно печаль пока ничего держимся к одесса и ну я не знаю я видел спирит о лагу он как-то не похож на папа у нее такое лицо как бы не одухотворенное у него лицо такого типичного типов коммерс хотя странно нет сушки дальше правильно если лицо чистого коммерса то очевидно что как бы надеюсь мы не обидели никого из любителей церкви только что хватит убежать церкви у нас в стране это опасно опа к слову аптечили то есть единственная аптека потрачена на гарда пятку ну гаффи конечно смелый сложно будет шведу что-то пока сценарий ты матч прям ой 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 так чуть-чуть стало повеселее главса все-таки пытается наносить какой-то дэмэдж насколько может так то у шведа типа всего-то минус 2 и 2 замены у гаффи уже минус 3 ну ладно как бы минус 4 но там три замены один может встать нормально непонятно только нафига нужен ёпта новый ёпта в команде в которой нет тролля мне казалось трой и ёпта они как бы имеют прямую симбиотическую связь ну чё пора ехать мб клавсой с по-шечкой там какой-нибудь или у шведа нет по-шечки в мб клавсой в силового дура в мбшного дурачка напрашивается он вкусный странно что не удар клавсой теперь удар клавсой а в рерол в 3 куба ну кстати это и да 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 это хороший план хороший план но с учетом того какие были кубы у шведа он бы никого не уронил то есть как бы в этом плане все спокойно в этом плане игра шведу не предоставила выбора носок для гаффи то хороший сценарий то есть гаффи может поиграть на 20 и не париться типа попытаться пойти в более-менее быстрый гол и потом просто выживает до конца драйва и не париться если у шведа клавса не заработаю не хватает по ложке не хватает с другой стороны кстати я вполне смогу представить что орки дадут типа минус три слоса и шведу будет как бы тяжко встал к слову игрок в полном составе вышел гаффи швед тоже ну уж это как минимум болт хантер минус 40 приятнейший тачбэк может быть даже дадим ёпте да без без прыгу на ёпте там не навредишь особо ему осталось кстати 1 3 днищики опыт 1 гол до до левела а вот первый минус из из трех мною предсказанных ладно видимо видимо трех не будет может быть два если повезет то правда еще пятка типичные бритцы без блока ну такой знаете лосс not great not terrible нормально не оргазмические свое как-то там немножко раздали жить можно тяжело будешь виду без балл хантер хорош такой игрок типа типичный ногогрыз как этот хайнца вуфель шмерц если кто помнит так ну что клавса поехала швед прям максимально дамаг пытается наролять вот эти чейн блоги правда правда дамаг не ральнулись а пяточка пяточка будет конечно пящить было бы приятнее вот этого парня и давать блиц в пятку но это потеря фланга и 20 гг так что швед выбрал правильный блиц только не самый эффективный конечно потенциальный минус а вот и минус азиатский муфлот если не изменяет память то ушли то все и как бы игроки названы в честь чего-то там животных каких-то такие азиатские муфлоты я не знаю азиатский муфлон такой козел рогатый у него такие длинные рогатые длинные закругленные рога прикольно выглядит да у него все копытные ну как бы этот похож на звер человека прям по поводу разве что четырех ногах бегает я вообще ненавижу порнокопытных меня в пять лет коза забодала в жопу вообще прям с тех времен и не люблю да еще гетблат потом мой дядя когда резал ее на мясо позвал посмотреть нормально расквитались эх габлач справился проталкивание симпатичное что-то конечно в масс горды она так смотрелось можно было найти условное там 26 эвил краб сила шведа была названа не потому что швед ее кинул а потому что ее кинули в шведа понимаешь в чем парадокс ситуации привет стокер как бы сила шведа проникает в шведа они наоборот как бы это странно не звучало это 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 такой типичный парадокс название да да как при пропетьку и нюанс служит и чертовски прав брэн сегодня была какая-то еще смешная шутка пропетьку нюанс прям с утра читал и даже сейчас сейчас попробую найти пусть она пока ничего интересного не происходит сегодня была какая-то ужасающая тупая хорошая шутка про нюанс вот вот Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Про аватар из метавселенной. А вчера он сообщает, что он был таксистом. И все сразу встает на места. Мне, кстати, обычно таксистов везет. Я вот сколько не катался с таксистами, обычно я молчу. И они молчат. И все довольны. Приятный пробой. А, а убийство силового... Да, слушай, но убийство силового вара пупы... Это было очень круто. Я это видел в прямом эфире. Это был шикарный момент. Вот это вот лицо пупка, которое несколько раз изменилось. Он потом, конечно, смог взять себя в руки, как бы не выговаривая мысли. За что, конечно, глубоко ему респектую. Но первые секунд пять прям на лице пупка все было. А я нет, не знаю. Почему-то вот... Как это выразится-то? Нет, ну бывают иногда эти, как это называется-то. Я обычно катаюсь на... Если катаюсь, на комфорте плюс. Надо на бизнесе пойти покататься, видимо, да? Я не знаю. шведки аж пытается щемить но что-то как-то без пробоя ну хорошего пробоя это так все смотрится так ну чё уход налево да уход налево сейчас будет видимо блиц в этого воина или в клавсу клавсу все швед сейчас прям потерял позицию не то чтобы он сильно в этом виноват но тут как бы у гафи довольно простая игра они трожь повезло повезло а вот диамет баубин знаете как сразу вспоминается добрый умрун который такой как же мне тебя жалко и фалит на 16 уход с пяткой нет я не в курсе я же стримил я знаю что шава был на жеребьевке а чё случилось я видел еще я успел увидеть мем где маленькие дети барахтаются в корзине с шарами чё случилось швед нашел кубы в ме выбил кстати надо было наверно вверх полкать ёпта так хорошо скатер плохой нужен был скаттер как бы надо было вверх толкать мне не понравилось надо было вверх полкать я уверен ну забавно забавно а там на пик или на кого зенит попал в этом опа чё у шведа задребезжал шанс главное чтоб диву еще воскресенье все это показал но опять же я блин это я чё-то завидую брайту брайт прям настолько железобетонно отыграл матч при всем происходящем ну что нужен подбор он хочет козлом задоджить и сразу отдать пас 3 плюс ловля 3 плюс закат ничья рерол обязательный это победный рерол если получится и скатер худший зенит бетис нормально и играбельно я бы сказал да я думал зиту там что-нибудь другое накинут повеселее могут могут обыграть вчера к слову в паблике тактическом про зенит была хорошая шутка обсуждали как бы бразила зависимость в зените вот ну с учетом того что весь второй тайм типа зенит играл без этого и почти без всего основного состава бразильского и там было такое замечание причем в паблике неоднократно замечали обратно когда все бразильцы на поле играем не очень и бразильцы вялые а вот когда одного или двух бразильцев нет играют лучше и и дальше идет комментарий надо отчасти бразильцев избавляться по крайней мере от одного точно и там спрашивают ну от кого-то надо все полезно играть от зубинья ну уж получил травму колена типа чё-то типа того и сказал что я иду это отдыхать еще ничейка 2 плюс 2 плюс леска оказалось очень рано натянута блин не знаю швед мне кажется на ничью швед наиграл вот жаль жаль обидно хороший матч плотный такой все шансы не еще были